добрый день дорогие друзья добрый день уважаемые телезрители интернет тиви чикаго с вами и мы находимся в студии меня зовут майкл мелехов рядом со мной сидит айбек из затов здравствуйте да добрый день и мы сегодня поговорим о очень актуальной теме в нашем материальном мире нашей материальной мере имеет значение как зарабатывать деньги да это очень интересно тема его смотрю тебя здесь фигурка какая-то непонятная что это ну это так сказать то что мне помогает это бог или это называется мурти фигурка которая ну как мы знаем бывает алтаре бывает где-то картинки какие-то ну поклоняются данном случае это кубера кубера это бог процветания это казначей кстати всевышнего который помогает людям получать материальное благо конкретные деньги значит бог денег да это бог денег да вот дальше я считаю что я думаю что это неправильно изображена его мурти потому что на самом деле его описывают так что на голове у него нога богини удачи он не одержит значит у него один глаз он сможет только в одно место у него три ноги и при этом третья нога выступает вперед чтобы никто к нему не подходил значит у него нет ушей он не слышит ничего у него в одной руке лимон а другая рука прикрыта тряпочкой вот это вот кувера но которые казначей действительно да в разных традициях по-разному он может изображаться главное что это скажем божество которому люди поклоняются которая помогает приносить удачу деньги в том числе вот поэтому ну ну не вредит будет так давайте помогают я считаю да главное что убежденность уверенность своих действиях своих силах помогает монета ну о чем идет речь ты знаешь до 20 с лишним лет я как хобби правда я занимаюсь биржей стак маркет дорогие друзья ну и вот работаем давай мы зрителям повернем чтобы они видели докторские дела и ты являешься его лесу так сказать задом ты его преданным да да я не то что меня нету скажем религиозного подтекста здесь не имеет значения у меня там дома стоят и архангел михаил архангел рафаэль и различные другие скажем так символы которые ну мне помогают значит а я понял что у нас он тему будет о богатстве так как как стать успешным независимым для начала а когда мы станем успешными независимым тогда мы можем думать о том как когда как стать богатым в этом статье нет ничего плохого мы об этом говорили 97 процентов населения против трех процентов населения которая владеет 97 процентами богатства всего то есть вот это вот богатые там миллионеры миллиардеры и так далее и так далее вот в этом нет ничего плохого карма у них такая опять же ну окей я представляю так что ты меня позвал на сегодняшнюю передачу чтобы мы поговорили о богатстве и рассказать как я стал богатым или сказать как ты стал богатым нет мы не говорим о том что я стал богатым или ты стал богатым во первых я так прямо могу искать я не настолько богат для того чтобы об этом говорить и рассказывать нет просто у меня есть опять же это хобби у меня совсем другое направление не имеющий никакого отношения не к бирже стак маркету это все по-другому просто мы поговорим о том как можно и даже не то что стать богатым как можно получить специальность рабочую специальность рабочий специально для того чтобы зарабатывать деньги нам самим на проживание вот как зарабатывать не обычным путем будем так говорить то есть не ходя на работу и отрабатывая там 8 часов вот у то с утра вот выезжаешь не сидишь как штык с 8 до 5 6 до 3 и так далее и так далее вот об этом это интересно это интересно конечно я думаю что наши телезрители поймут о чем идет речь наверное ты будешь говорить о стак маркетах и монетизации своих веб-сайтов нет 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 в основном стак маркет это да но еще раз опять же если мы говорим о материальном аспекте то это только материальный аспект потому что мы же три едины мы же об этом говорили тело дух душа тело ум душа и я предпочитаю говорить если мы говорим только об этом то одном самом низшем аспекте именно о материальной составляющего нашего функционирования нашего толстого тела тонкого тела и духовные составляющие наши вот об этом в общем я так скажу вот и горит 97 процентов людей как бы нищие 3 процента какая статистика не то что нищие но я считаю так я прожил жизнь с богатым опытом в не только в зарабатывании денег но и в самообразовании в само значит саморазвитии такого ментального я хочу сказать одну вещь что богатыми становятся действительно богатыми людям становятся люди которые занимаются делом которые они любят и если человек обожает допустим делать такие кружки там куколки и все такое то он действительно будет очень успешно в этом деле если человек обожает работать на стак маркете он и он ждет что произойдет завтра он как бы спит и видит что он вот встанет и начнет этим заниматься то естественно он будет успешным в этом деле поэтому я считаю что все зависит от твоей страсти в этой жизни к определенной деятельности и эта деятельность она скорее всего она пришла с каких-то значит манипуляции днк или как это сказать рокировок всяких таких ваших ген а может быть это действительно есть такое понятие как с прошлых жизней и все такое поэтому принципе здесь говорить особо много не надо человек если он чувствует что он силен в определенной значит определенном филде то он естественно будет там успешно вот как найти вот этот филд как понять в чем человек будет совершенен в чем он будет видеть себя вот если допустим человек определиться туда он будет успешным и век в данном случае я абсолютно с тобой согласен сто процентов это самое главное это найти свое предназначение свое место в жизни свой путь свое высшее я по-разному это всем называют и в общем ведическая мудрость заключается в том человек должен быть счастлив естественно он счастлив если он занимает своим любимым делом то есть сто процентов он должен понимать что он делает а не просто ходить на работу потому что там он зарабатывает деньги но в то же время он терпеть не мод этой работы мягко говоря поэтому скажем если ко мне приходят люди ко мне на учебу то есть я обучаю людей 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 скажем как действительно зарабатывать деньги на бирже да то я первым делом как нумеролог спрашиваю его дату рождения то есть это не значит что я буду обучать если у него нету никаких предрасположенности к этому делу я ему об этом скажу если он будет настаивать но это дело такое а но тем не менее это не идет впереди если человек думает это его или не его если я вижу что это не его поговорить с ним я ему об этом скажу вот поэтому это без сомнения он должен понимать чем ему надо заниматься это самое главное значит а я так понял что у тебя есть какая-то страсть к стак маркетам нет боже упаси нет у меня страсть так маркету просто я когда-то хорошо играл в шахматы я сейчас вроде как играю но опять же когда-то я даже участвовал в каких-то соревнованиях и для меня стак маркет биржа это комбинация на самом деле потому что шахматист когда сидит против своего оппонента или перед доской шахматной он просчитывает в разные варианты развития шахматной партии он просчитывает комбинации такие я просчитываю комбинации и если допустим провести аналогию с казино которая ни в коей мере это не является казино биржа то именно в том плане что это не гэмбол поэтому это не так красный и черный взял поставил не там очень и очень строгие скажем система присутствует которая по значимости можно сравнить молекулы днк нашей молекулы днк это создание всей вселенной и это я объясняю людям в первую очередь поэтому это универсальные законы вселенские законы они как мы как обычно вот люди и что самое интересное этому научиться можно просто нам мы не привыкли этому учиться потому что нам об этом никто никогда не говорил то есть назвали обучали чему надо идти высшее учебное заведение закончить его и стать один из этой армии работников которые работают на кого-то кто же нас учил меня не учили как стать бизнесменом примеру там когда я обучался высшим советском союзе да и здесь немногих учат только у тел у кого есть способность думать по-другому могут этому научиться поэтому я скажем повторяю как хобби я этим занимаюсь но это как для меня как типа искусства что ли можно я вижу гармонию даже в этом есть гармония просто именно так и есть это гейме сакральная геометрия на самом деле просто еще раз немногие об этом знают ну я вот тебя знаю давно ты занимаешься этим давно я вижу что ты успешно этим занимаешься у тебя есть ученики и вот как ты думаешь вот я бы мог стать хорошим старт марки первым делом первым делом во первых стать может любой человек но я полагаю так зато долгое время то что мы знакомы если ты еще ни разу не задал вопрос а то майкл а ты не хотел бы как бы может быть меня получить или вот как ты думаешь если ты не сдал такой вопрос за то время то что мы знакомы наверное тебе это не надо потому что не интересно и это не для всех это очень не все становятся шахматистами в конце концов кто-то играет на каком-то уровне но кто-то этому уделяет всю свою жизнь если мы возьмем известных шахматистов они это люди не от мира сего они просто там внутри этой шахматы даже нет уже играл сама ты довольно так профессионально эти скажу у нас был клуб белая ладья я там отличался наш свои такие сообразительности все такое на тебе одновременно скажу предпосылки то да и есть в основном я тебе одновременно скажу что шахматисты люди часто это заики часто это какой-то у них есть аутистический такой синдром которые очень четко видят они 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 хотят видеть четкость они хотят значит все чтобы было в порядке все что было это как бы значит абсцессив компасив синдром у них типа наверное как по-русски это будет абсцессив компасив синдром как по-русски но поведение такое а как педантичные такие люди они в них все хотят и в то же время но какое-то такое конвульсионное что да и вот когда я не знаю что перебил вот когда начал я играть вот вот эти люди я смотрю они значит и я всегда как-то наблюдаю за людьми нажать я смотрю эти люди собрались вокруг меня какие-то во первых не слушала из понимаешь они не не общительные непонятные какие-то часто заикаются и я думаю это наверное это не мы ты имеешь ввиду шахматисты не ну почему если мы возьмем известных шахматистов таких ну я имею ввиду русских шум и российских скажем каспаров чемпион мира гениальный шахматист но он великолепно ориентируется сейчас в политике он политиком стал и он прекрасно общается общается у у него огромное количество я не знаю ты его не знаю я его не знаю давай не будем говорить я не но я тебе говорю о своем опыте окей да значит поэтому заниматься шахматами это как бы это хорошо для развлечения но я не считаю что это это просто напросто знаешь это как бы ты увлекаешься этой игрой ты просто живешь вот я я просто иногда сплю и когда этим занимался я сплю и думаю так у меня в шахматы я вижу но зачем мне это надо эту жизнь посвятить шахматы это вопрос другой опять же есть также стак маркет я вот посвящу себя стак маркет я заработаю денег все но я буду об этом думать поэтому я и сказал что это для меня хобби я не занимаюсь этим как работой но есть люди которые занимаются этим как работаем то есть они сначала открывается биржа закрывается биржа это их рабочий день они уходят после этого и занимается как обычные люди занимаются своей социальной жизни семьей и так далее то есть в этом нет ничего такого особенного просто опять же как этому относиться это вопрос конечно это очень тяжелый на самом деле бизнес но потенциал там есть вот так будем говорить мы сейчас говорим о деньгах верно а с возможности зарабатывать каким-то другим образом я могу объяснить это очень просто вот смотри мы живем соединенных штатах здесь как нигде ни в какой другой стране имеет значение твой возраст и не хотят американские компании первое эмигрантов второе возрастных людей не хотят они им не платят больших хороших зарплат их просто увольняется работы а потом уже найти работу в возрасте очень и очень тяжело как альтернатива ты предлагаешь я не предлагаю ничего но есть альтернатива существует можно возить пиццу и зарабатывать пожалуйста можно сесть на такси убер сейчас есть и зарабатывать можно зарабатывать разными можно пойти продавцом работал у нас есть на нашей территории всегда на есть куда угодно можно пойти ты всегда будет где-то зарабатывать но есть вариант я почему скажем этот вариант выбрал для себя потому что это вариант ты ни от кого не зависишь от каких-то условий которые перед тобой ставят то есть ты сам хозяин то есть ты работаешь сам на себя короче говоря это опасно это очень и очень тяжело но тебя некому винить кроме самого себя если ты ошибся если ты не то сделал короче говоря как и в любом бизнесе я так полагаю ты тоже так сказать занимаешься вещами которыми ты занимаешься по специальности но в то же время я знаю ты тоже очень успешен том чем ты занимаешься но скажем так помимо твоей рабочей специальности верно ведь да это интернет действительно сейчас открыл дорогу вот практически все да если человек способны если человек я бы сказал творческий то он может добиться просто невероятных результатов каких например я имею ввиду направлении допустим если человек хороший интертейнер если человек у него есть таланты там пародировать или есть если человек который просто допустим можно писать хорошие стихи хорошую музыку или человек который но для этого интернета не нужно но он же должен себя показать вам пока все через интернет как маркетинг да но я хочу сказать другой самый простой вариант я не могу сказать купи продам купи продам абсолютно верно купли продажда и пей пожалуйста да огромное количество людей покупает и продают что только там не продают причем на любой товар находится покупатель зависим от того сколько это стоит то есть есть люди которые от природы вот могу даже как номеролог сказать кто на что способен если у него жилка вот скажем продавца он может продавать да тогда ему надо не работать бухгалтером примеру аккаунт не работать там скажем ну не знаю в какой-то компании там делать какие-то там руками там кита вещей надо идти продавать это где и как это вопрос другой это второе дело но вот пожалуй самый простой вариант где можно заработать на интернете дорогие друзья мы продолжаем нашу программу о богатстве о материальных благах которые мы можем получать и мы остановились на том что интернет нам предлагает богатые возможности для этого и мы начали озвучивать какие же все-таки возможности и сам простой вариант это вариант и бы куплю продам купи продам и какие есть еще варианты век я знаю ты занимаешься еще и в других направлениях тоже на интернете есть варианты допустим если вы сообразительные вы можете создать курсы какие-то определенные согласовать это слов с эдукейшного как это с образовательными учились не сердствами и можете сделать курс и просто поставить его онлайн очень легко делается и буквально 100 тестов там с ответами приходят оцениваете там 30 40 долларов допустим за определенное время и можно делать деньги как бы обучающие курсы есть другие варианты сделать хороший веб-сайт блог его монетизировать и получать из этого деньги есть видео влоги тоже сделать хорошие деньги самое главное заинтересовать самое главное показать что вы страстны в этом деле что вы обожаете это и дать какую-то людям какую-то значит какой-то стимул в жизни люди сейчас ищет что-то такое которое как бы украсит их жизни что много вариантов на интернете огромное разнообразие действительно всяких вариантов и вот я просто думаю себе раньше ведь как было мы хотим получить образование нам надо пойти куда-то физически поучиться но ведь сегодня ведь нам не надо никуда идти учиться физически более того нам не надо не ехать никуда мы можем теоретически опять же мы можем взять курсы на интернете называется онлайн курсы мы можем взять более того если мы сами преподаватели скажем я уже довольно много лет обучаю учеников по интернету если у меня раньше все ученики были на территории соединенных штатов то теперь они в основном находятся как раз таки на территории россии с помощью интернета это элементарно создается комната в hangout google hangout и в ютюбе да и мы туда подсоединяем столько людей сколько мы можем существует огромное количество программ go to meeting go to webinar где мы точно то же самое никуда не выезжая подсоединяем столько людей сколько нам надо и можем их обучать можем сами обучаться это здорово да и это как раз таки то что нам предлагает интернет более того я хочу сказать во всем случае здесь у нас а вот возьмем доктора ну ты доктор по своей скажем основной специальности еще больше на союзском союзе и чтобы стать доктором здесь соединенных штатах надо чего только не надо ты это знаешь даже лучше чем я сколько надо и это практически очень ну невозможно будем сказать невозможно сказать нельзя но очень и очень тяжело но допустим человек стал доктором это пота выгоняющая система это поточный метод чем больше придет тебе пациентов тем больше ты заработаешь почему потому что надо отбивать вот эти совершенно дикие медицинские страховки которые иначе тебя начнут кто-то судить захотят и будут судить для этого не надо становиться доктором что самое интересное можно стать просто консультантом а человек способен на обучаться и обучать это люди которые родились могу сразу сказать 3 12 21 30 числа это люди по своей природы образователи учителя это юпитера это юпитер они могут вот если у них есть гороскопе в гороскопе есть вот такое предрасположение то они вместо того чтобы заниматься то чем они занимаются они могут элементарно освоить вот такую специальность стать консультантом где вы хотите это вопрос уже другой и после этого вы можете на интернете давать консультации на интернете давать консультации а это здорово причем для этого не нужно особо никаких лицензий для этого не нужно никаких особых экзаменов давали ну какой это было бы неплохо иметь сертификат сертификат который дает но показывает в том что вы все-таки специалист в этом плане поэтому дорогие друзья есть очень много вариантов где мы можем пользоваться услугами интернета об этом и говорим нельзя что перебил у меня такая мысль возникла можно вообще не вкладывая сил времени денег можно как-то зарабатывать деньги есть такая возможность всегда люди хотели вот как кто это был ефим или ерема на печке сидел там щука там загадать три желания есть можно попросить нашего куберу куберу да чтобы вот давай сделаем такой эксперимент вот допустим вот мы все сидим говорим о деньгах богатстве и можно сделать такой эксперимент вот мы помолимся сейчас ему от души да и попросим его чтобы завтра он нам дал вот просто так беспричинно 50 тысяч долларов завтра до единовременно до 25 и 25 и мы вдвоем помолимся и как бы пожертвуем наше время богу кубер знаешь как в этом стоп бендер а частями не возьмите нет частями я я хочу целиком да делал такой эксперимент просто вот кто знает вдруг получится потом зрителям объявим результат айбек ну ты наверное в курсе дела может если кто из наших телезрителей не в курсе дела на самом деле кубера это очень мощная фигура я бы так сказал не просто там люди действительно половина земного шара на самом деле но восточный мир они поклоняются этим богам это же нет вопросов они обязаны поклоняться им подскольку они знают это все так так вот если мы говорим о кубере то мантра кубере она не давалась широкому пользователю она была засекречена почему по одной простой причине ну во первых мы знаем о том что случая было много когда люди выигрывали в лотерею и после этого жизнь не просто у них стало лучше они в миллион там а них полностью жизнь пришла под откос они во первых теряли напрочь все то что они получили в лотерее и вместе с этим еще вообще много чего другого они теряли то есть человеку по своей судьбе по своей природе не положено это но проколы пробои бывают какие-то и кто-то вот получает кто-то выигрываю яду 50 тысяч долларов я не думаю что что такое серьезно может случиться давай попросим айвек вот за стеной у меня стоит компьютер где я заряженный уже мантрой но я бы зарядил и там идет трейдинг вот он идет то есть этот солдат спит как говорится до служба там так вот там у меня идет там мы уже говорили там золото покупается почему потому что по моим техническим вот тебя биржа в прямом кто захочет сегодня 15 декабря кто захочет посмотрит график и увидит как она пойдет вот я в живом скажем эфире в живое время купил золото но купил я фьючерсы то есть это те кто понимает они как бы знать и там у меня зарабатываются деньги почему потому что я знаю что мы идем вверх но это мой технический уровень если я сюда добавлю вот этого божества энергию этого божества которое мне помогает если я сконцентрируюсь да то есть мне мантра балладана давай про экспериментируем да ты тогда шепотом произнесешь мантру и мы по я могу слух все равно ее бреды хотя нет она записана будет ее прослушаю я буду тихо говорить хорошо как надо молиться значит руки вместе и кланяться первых кланяться не надо как это это не вы не устиной плача где там как раз таки мориса именно таким образом нет просто мантра кубера читается во первых стой стоя и сидя лицом на север мы находимся восток мы находимся прямо на север был значит мы должны сидеть лицом на север дальше мы должны сложиться вот так вот руки вот так вот мы должны и мы должны произносить мантру он якше я кубера я ваш рвана я тхан тхана иди падаят хан тхана я а после этого мы должны назначить себе произнести слово кшам то есть это он кшам то есть это задание сколько мы хотим получить вот 50000 вот 50 тысяч мы хотим получить я хочу видеть у меня на аккаунте 50000 и я этому посвящаю четыре раза произнес эту мантру еще раз повторяю не религия не имеет никакого отношения я не следую не заветом не просто эти вещи если люди которые ходят как ритуал это же ритуал называется чего не просят мы ходим в храм божий просить мы не должны просить мы должны отдавать мы должны храм божий идти для того чтобы давать любовь для ему-то ничего особо и не надо правильно что ему надо от нас у него все есть зачем мы должны просить от какой мы имеем право просить мы должны давать это вселенский закон правильно мы давай я будем получать а что мы будем давать любовь первую очередь дорогие друзья дарите любовь и тогда вам вернется на обратно и любовь и то что вы хотите получить с мантры мы дали любовь мы одно из одного из атрибута севышнего господа это кубер это кубер это материальные заватары один из аватар господа а их несколько мы сейчас эта передача дорогие друзья необычная но в первую очередь мы дарим себя дарим вам и мы даем в каком плане мы даем вам информацию которая возможно вам понадобится ведь мы знаем спасение утопающих дело рук семей утопающих то есть имеется ввиду что кому-то это не понравится мы же знаем меру у нас дуальны к сожалению если плохое если хорошее кому-то не понравится кто-то скажет крыша поехала кто-то скажет вообще свихнулись они там на этом потому что но другой стороны это же ваше мнение это так как вы хотите распорядиться этим как вы считаете так вы и поступаете но если кому-то это понадобится мы будем очень рады если кто-то это будет применять и получить результаты мы будем очень и очень рады и если у вас есть дорогие друзья какие-то вопросы к нам айбек изатов меня зовут майкл мелехов к интернет тиви чикаго по разным вопросам у нас много много программы образовательных том числе и это в принципе как бы только начало но качество у нас все время улучшается ведь и качество самых программ и качество нашей жизни то есть мы должны идти вверх мы не должны идти вниз как вот как так маркет как биржа она идет идет вверх да а вот что будет потом ну короче говоря всегда будет и так и так но во всяком случае дорогие друзья вы знаете мы работаем для вас и мы очень рады что вы с нами и вы реагируете на этом спасибо вам спасибо вам до свидания всего доброго спасибо вам до свидания